Лучшие в стране Лучшие в стране Сегодня готовятся к нашему концерту, который нам предстоит Поэтому сегодня вместе с нами избранные, которых я представлю чуть позже Хорошо, договорились. А я тогда начну рассказывать о классном событии, которое ожидается И событие, с которым тебя можно поздравить Дело в том, что 16 декабря в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» состоится концерт Это не просто концерт Саши Магеровой, это презентация первого альбома Все верно говорю, Саша? Все это проходит в рамках первого зимнего тропического фестиваля джаза «Город джаз» Прекрасного, любимого всеми такого музыкального фестиваля Я тебя поздравляю с выходом альбома Скажи, сколько ты к ним ушла? Спасибо Всю жизнь Ну, 10 лет, сколько я пишу музыку, сколько я накапливала материал, сколько я готовилась, сколько я откладывала Вот, ну, без малого такой срок Это можно, конечно, и пораньше было, но зато мы его выдержали Ну, зато, значит, ты абсолютно довольна результатом, который получился Я поймала интересное чувство, потому что, как только мы закончили, мне показалось, что эти песни, они уже были всегда Этот альбом был всегда, и мне уже хочется записать что-то еще, и идеи, ну, на парочку следующих Альбомов? Уже пошли дальше Даже не песен, а альбомов Да, поэтому у меня ощущение, как с ребенком, вот как будто он был всегда в твоей жизни Расскажи про этот альбом Во-первых, он англоязычный, надо сказать Абсолютно И весь авторский Ну, так это же вообще просто честь и хвала тебе Я не знаю, сейчас предвкушу ли я вопрос или нет, но по поводу того, почему песни на английском языке Наверное, во всех интервью это просто вопрос, который возглавляет топ по популярности в каждом интервью В России, конечно, ты будешь всегда отвечать на этот вопрос Это абсолютно закономерно Вот поэтому заготовка тоже есть о том, что посещала все эти годы меня исключительно муза-иностранка Ты посмотри, что делается Но ничто не вечно, все меняется, поэтому в следующих записях будут уже сюрпризы Потому что сторона FM, родной язык должен быть Конечно А пока что это материал на английском языке Как называется твой альбом? Альбом называется The Gift Дары или подарки Я очень рада, что альбом выходит у нас к Новому году, к Рождеству В этом есть какой-то такой символизм Конечно Очень особенный, приятный, волшебный И название как нельзя кстати подходит Он уже появился где-то на платформах каких-то? Официальный релиз намечен на 15 декабря, в субботу В субботу А 16-го? Потираем уже ручки, уже ждем А 16-го у нас музыкальный пир Презентация в действительно роскошном, красивейшем тропическом месте И, друзья, если вы еще не спланировали свой день А если спланировали, то можно внести изменения Во сколько начало концерта? В 7 16-го декабря нужно обязательно оказаться в Ботаническом саду МГО «Аптекарский огород» Там будет потрясающе красивая и невероятно шикарная музыка Я прошу вас перейти к музыкальной части нашей программы И что-то исполнить, потому что я уверена, что наши зрители и слушатели Ну, очень любопытствуют, что же такое Мы сыграем для вас песню, которая называется «Снег, сноу» Зададим немножко рождественского волшебного настроения Давай, Саша Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Максим Дорбека, гитара. Макс Жгин. И Александр Бронни и его флейта. Потрясающая была импровизация. Чудесно всё звучит, но, конечно, не хватает нам ещё нашу половинку, потому что у нас есть ещё замечательный пианист, огонь-барабанщик и трубач. Просто золотой, поэтому... 16 декабря. Ну, место такое очень красивое, необычное. Экзотические растения. Пальмы, магнолии и что-то там ещё, ещё и ещё. Приходилось ли тебе ранее выступать в подобных местах? Ну, я думаю, что после этого концерта я с уверенностью смогу в последующих интервью сказать, что самое необычное место, в котором мне довелось выступать, это как раз-таки оранжереи и тропики. Тропики аптекарского огорода. Ну да. Ну а что касается выступлений, огромное количество фестивалей джазовых. Они есть в твоей жизни и даже отборочные туры на Евровидение. Расскажи о своих самых, наверное, таких ярких в твоей жизни, как мне кажется, джазовых фестивалей. Ну и, конечно, про Евровидение тоже хочется поговорить, когда это было и почему ты всё-таки не оказалась там. Да. О чём я сейчас очень сожалею, например. Спасибо. Евровидение — это был чудесный опыт, который случился со мной в 2009 году, когда меня пригласила группа Венгер Коллектив посолировать и прийти с ними на эфир. Там была очень интересная история. Они попросили для меня записать песню. И потом отправили её на конкурс. И их пригласили на национальный отборочный тур, когда страна выбирает претендента, который поедет защищать честь страны на конкурсе. Поскольку я была приглашённой вокалисткой, это мои друзья, я немного уже подзабыла про наше сотрудничество. У них была другая уже вокалистка. Но редакторам очень понравился именно этот вокал, поэтому они пригласили именно меня. Мне было очень лестно, очень приятно. И мы представили композицию, она называется «Nine o'clock». Это была твоя авторская песня? Это песня, которую написали ребята. Я там была только как исполнитель. Опыт был для меня немного внезапный, потому что случилось всё очень быстро. Что называется, буквально вечер, завтра конкурс. Я была тогда студенткой, я жила достаточно просто. Поэтому меня вообще тогда больше интересовала бытовая сторона, где одеться, где причесаться, всё сделать, приготовиться. То есть это была такая очень true история. Мы классно выступили, я не помню, какое мы заняли место, но это такая страничка, которой я горжусь, потому что это было очень достойно, это было хорошо. Ну, сейчас ты следишь вообще за этим конкурсом? Ну, когда случаются какие-то резонансные... Ребята все немножко так волнуются и смеются. Нет, вы знаете, когда случаются какие-то резонансные победы чьи-то, очень порой такие противоречивые, то, конечно, уже не только музыканты будут следить, но и вообще общественность. Саша, ну а может быть и к лучшему что-то не прожила? Как ты думаешь? У меня философское отношение к жизни, поэтому я знаю, что всё, что Бог не делает, всё к лучшему. Всё к лучшему, вот так. Это было достойно, это было красиво, поэтому мне следить с нечем. Ну, разумеется, что-то у нас... Пауза, друзья, оставайтесь с нами, мы продолжим общаться с гостями. Программа продолжается. Друзья, я напомню, у нас сегодня в гостях облистательная джазовая певица Саша Магерова и её бэнд, точнее, часть бэнда полностью. Состав мегапрофессиональных музыкантов мы с вами можем увидеть 16 декабря в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Там проходит тропический фестиваль джаза «Город джаз». И вот в рамках этого фестиваля состоится 16 декабря премьера первого авторского альбома Саши Магеровой «The Gifts». Мы послушаем обязательно сегодня ещё живые композиции. Что же мы отпустим, Саш, мы обязательно попользуемся случаем. Поговорили немножко про ипровидение, а теперь хочу поговорить с тобой, Саш, про твою карьеру, как она вообще складывалась. Ты у нас барышня из города Мурманска. Ну, почти. Почти. Я даже не из Мурманска. Из-под Мурманска? Я даже, да, я даже из Североморска. Вот даже как. А в Мурманске ты училась в училище музыкальном. Да. С детства пела на стуле, как это положено, да? Петь начала раньше, чем ходить. Стульев за мной замечено не было. Вот, поэтому тут меня не скомпрометировать, но профессиональное музыкальное образование с семи лет я начала получать. Вот в этом плане я спокойно за свой такой профессиональный бэкграунд, потому что музыкальная школа, музыкальное училище, в Москве государственная классическая академия закончены, все знания впитаны, вобраны в меня. И это уже некуда не деть, этот профессионализм. Хорошо, что мы про это вспомнили, потому что спасибо моим учителям. Это 100% то, что всегда, о чем хочется упоминать, о чем хочется говорить, потому что если бы не было вы прекрасных педагогов, которые меня с самого детства до взрослого возраста пестовали, то, конечно, меня бы такой сейчас не было. Поэтому, мои дорогие учителя, обнимаю вас. Спасибо вам за все. Спасибо вам большое, дорогие учителя Саши. Саша, все, что ты сказала, очень красиво, правильно, и ты большая молодец, но ведь если бы и ты не была так трудолюбива и так, не знаю, невероятно влюблена в джаз и вообще в музыку, то тоже ничего бы не получилось. Это очень интересная история, потому что вообще про этот жанр музыки я вообще мало что знала лет до, наверное, 16 или 17. И на моей какой-то орбите существовала только музыка классическая, потому что у меня первое образование классическое. Ну и какая-то всякая разнопопулярная, которая тогда была. Ну что тогда было, давай вспомним. Из популярного? Да. Ну, мне очень нравились гости из будущего. Мне очень нравилась Линда. Всем нравились эти артистки, да. Поэтому тут, ну и разные-разные другие замечательные артисты и популярные. И так случилось, что я попала на первый вообще свой джазовый фестиваль в составе хора в Норвегии, на чудесный, если не ошибаюсь, самый северный, может быть, в мире джазовый фестиваль в городе Ватсио. Вот, и мы пели там программу госпол-музыки с бэндом, с солисткой. Вот, и это был момент, такой час икс, абсолютно, когда музыка настолько попала в меня, что мне пришлось отбросить вообще весь свой классический опыт, который к тому времени у меня был, отставить поступление в консерваторию, потому что... В каком классе ты хотел идти? Я горела только вот этой мыслью о том, что я буду оперной певицей, о том, что я поступлю в консерваторию. По какому классу? Оперное пение. Оперное пение. А тут у меня уже третий или четвертый курс, все, и в меня попадает джазовая пуля, и я понимаю, что я просто предам себя, если я не попробую это, поэтому мне пришлось координарно... Себя ты не предала, Саша, но оперу ты предала. Да, я думаю так, что сейчас оперные театры, конечно, задумались, как жалко. Я все-таки понимаю, что это, ну, как база это было хорошо, но я думаю, что я не сложил бы... Там карьеру все-таки, эта дорожка была моей, но, конечно, пришлось немножечко попотеть немножко. Саша, ну, началось что? Все, пластинки, библиотека вся, наверное, перебестилась к тебе домой, или ты там поселилась на ночь и слушала все это. Единственное множество, да, весь джазовый архив. Это история, которую я обожаю рассказывать своим студентам, потому что, ну, ребята, которым сейчас, не знаю, там, 20 лет или там 16 лет, им очень сложно представить, что когда-то и в каком-то городе скорость интернета была такая, что я в течение... я прям помню, ребята, это я вскачивала одну песню в течение 33 минут. Потрясающе! Поэтому, если бы я могла, конечно, пластинки там себе как-то... Поэтому, когда я приехала в Москву 18 лет, я знала, что есть Элла Фиджеральд, еще пару каких-то больших имен, я знала пару музыкальных больших имен. И, кстати, никогда не признавалась тебе в этом, но с Толей мы познакомились на одном джазовом джеме, таком молодежном, и мне перед тобой было жутко стыдно, потому что мне казалось, что они музыканты, они просто боги, которые знают такое количество музыки, и я там... И сейчас как зададут тебе вопрос, а ты не сможешь ответить. И я там с Толей Фиджер, да. Вот поэтому я... Поэтому я прям смотрела в рот, старалась вынимать, записывать все имена, вот дома потом слушать и делать вид, что да, я тоже знаю, это тоже в теме. Саш, ну и писать собственные песни ты тоже примерно в этот же самый период начала? Это была интересная история, потому что я, когда приехала в Москву с первого раза, не поступила на джазовое отделение, это осталось только в моих мечтах, потому что человек, который всю жизнь пил только оперу, каким был он прекрасным, но не был, это такая ступенька, немножко заплыв в другую область. Поэтому когда я не поступила, один преподаватель дала мне классный совет. Она сказала, ты знаешь, тебе нужно такую программу выбрать, которая будет тебя отражать, ну, 100%. Мы хотим понимать, кто перед нами. Вот, и я думала целый год, от лета до лета, вообще, что мне показать, где я. А что ты делала за этот год? Я работала на разных работах, не музыкальных, всяких-всяких, студенческих, которые только могут быть. Я слушала много музыки, и у меня таяло время до поступления, то есть у меня был год, полгода, три месяца, и потом, когда остался уже месяц, а у меня зеро просто, я поняла, что мне нужно срочно ускоряться, и я написала песню буквально за месяц, за пару недель до поступления. И ты пришла со своей собственной песней. Да, я прошла, да, и нас взяли всего три человечка на это отделение. Потрясающе. Вот это история, вот это классно. Значит, получается, знаешь что, что к лучшему и то, что тебя не взяли с самого начала, потому что ты поступила так и просто училась, а здесь родилась песня. А продолжение истории таково, что когда я закончила свое отделение, на следующий же год меня взяли преподавателем на вокальную кафедру в то место, куда я даже не поступила с первого раза, поэтому борюсь. Так что студенты, 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 будущие студенты, те, кто увлечен джазом или, может быть, вот увлечется именно благодаря нашему эфиру сегодняшнему, вы знаете, вот Саша Магерова, где искать, в каком вузе тебя, Академия? Государственная классическая Академия имени Маймонида. Да, так что готовьтесь к экзамену, а мы попросим Саше сейчас исполнить что-то. Да. Я думаю, что пора открывать карты, пора сыграть песенку как раз нашего альбома. Это будет нежная композиция про смущенного молодого человека, который очень хочет признаться в чувствах своей возлюбленной, но он слишком робок. Но она и так все прекрасно понимает. Академия имени Маймонида. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Тот эмоциональный выплеск, который происходит, как по-разному можно его показать, и когда получается эту эмоцию так немножечко огранить и немножко дать чувство, да, скажем так, не совсем наружу, а более вот такое какое-то сдержанное, в нём появляется уже какая-то такая новая краска. Поэтому, отвечая на вопрос, чем отличается тогда, чем отличается сейчас, по духу это примерно одинаково, но мне кажется, что изменилась я немного за это время, и немножко какие-то вот эти вот краски выдержанные больше появились. Да, даже мы сейчас эти слышу в голосе, в голосе, и хочется слушать и слушать и слушать то, что там происходит. Строишь ли ты какие-то планы на будущий год, ну, помимо, конечно, взращивания джазовых исполнителей нашей страны? Сейчас это непростая пауза, непростой вздох, потому что это информация, которая, наверное, для моих музыкантов будет немного крамольной, немного новой, но я думаю, что нам предстоит в следующем году сделать всё-таки программу на русском языке. Вот, крамола в том, что, наверное, музыка будет... А ребята рады, между прочим! Вот, но музыка, скорее всего, будет отличаться от того, что есть сейчас. Я думаю, что мы немножко... Это будет рэп? Но... Ну... Скажем так... Скажем так, поскольку джаз — это всё-таки такой жанр прародитель, и рэп, и хип-хоп — это тоже, скажем так, такие внучки джаза, почему бы и нет? Это не будет сильным предательством по отношению к моему корневому стилю. Слушайте, ты заинтриговала. Поэтому планы достаточно кардинальные, да, я думаю, что... Это пока в состоянии написания программы, но я думаю, что мы удивим в следующем году, и я тоже вас удивлю. И обязательно придёте к нам в студию и презентуйте свою новую программу. Будем очень ждать этого. Спасибо. А что сейчас мы послушаем? Сейчас как раз-таки, вот, отлично, мы послушаем песню, в которой есть немножко такая ритмика, более такая упругая, более хулиганская. Вот, если бы здесь был наш барабанщик, то вы бы почувствовали такое немножко хип-хоп биение в этой музыке. Попробуем сейчас своими силами воспроизвести песню Ordinary Passion. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 С любой новой программой. Успехов тебе твори. Спасибо тебе. Спасибо.